здравствуйте это третье видео в серии о фотоаппаратах 2014 года и этот выпуск посвящен зеркалкам и slt камерам в обзоре показаны только новые камеры лучшие по совокупности данных демонстрация каждой камеры уже традиционно сопровождается иконками давайте посмотрим кто забудет что означает та или иная иконка может вернуться сюда и посмотреть легенду в режиме паузы цены на камеры приводятся в долларах которые всем понятны и цена средняя по интернету чтобы не было путаницы цены как правило даются варианте за корпус иначе с разными объективами камеры могут попасть в разные ценовые категории так как это видео в основном для людей впервые покупающих ту или иную камеру я бы рекомендовал брать их варианте с китовым объективом так как чем серьезнее и дороже камера тем более серьезная оптика на ней стоит при продаже к тому же оптика идущая одновременно с камерой может стоить полтора раза дешевле чем купленный отдельно поэтому можно сказать что китовая оптика с точки зрения покупки выгодное действие так как сейчас происходит подвижки всех валют камера имеют тенденцию к подорожанию цены действительны на момент выхода видео для введения в тему немного новейшей истории сначала цифрозеркалки выпускали буквально все фото производители даже те которых сейчас нет но к 2009 году массовых производителей цифрозеркалок осталось только три canon nikon и pentax олимпус отказался от производства цифрозеркалок а sony перешла на камеры с полупрозрачным неподвижным зеркалом создав своеобразный гибрид зеркалки без зеркалки и видеокамеры но из-за наличия в конструкции slt камер полупрозрачных зеркал эти аппараты формально до сих пор относят к зеркалкам сигма тоже выпускала и выпускает одну модель зеркалки но это что-то из разряда эксклюзива также нельзя не сказать все среднеформатные цифровые камеры тоже являются зеркалками но из-за их стоимости габаритов а также стоимости оптики к ним в этом обзоре для начинающих и продвинутых любителей можно упомянуть что да есть так называемые среднеформатные зеркальные камеры которые на сегодня переживают не лучшие времена кстати говоря несмотря на то что камеры эти ну замечательные но здесь нужно объяснить ситуацию так как она относится к нашему обзору многие считают что размеры матриц фотоаппаратов постоянно растут и уж по крайней мере аппаратов с матрицами full frame выпускается все больше с чем я вынужден не согласиться именно так вынужден так как мне нравятся большие матрицы их размер позволяет сразу без танцев с бубнами решать основные задачи по качеству и светосиле картинки но факты вещь упрямая с какой бы то стать они росли если постоянно происходит прогресс технический прогресс и прогресс в основном направлен на четыре показателя первое повышение светочувствительности матриц второе повышение динамического диапазона и точности цветопередачи третье уменьшение шумов на матрице и четвертое повышение четкости изображений благодаря этим четырем пунктам можно уменьшить матрицу при таких же показателях или улучшить уже имеющуюся матрицу без повышения ее размера что и происходит это приводит к тому что самые большие матрицы среднего формата с одной стороны постоянно и неуклонно уменьшаются в размерах а на маленьких матрицах это качество сильно возросло как следствие смартфоны стали снимать как дешевые компакты и такие компакты с маленькими матрицами пришлось убрать с рынка то есть миграция в сторону более крупных матриц не означает что сами матрицы растут в размерах а скорее говорит о том что уменьшается или прекращается выпуск аппаратов с маленькими матрицами что касается так называемого среднего формата то тут можно привести цифры давайте посмотрим на схему большой квадрат это кадр 6 на 6 сантиметров который был когда-то стандартом среднего формата темно-синий прямоугольник это размер среднего формата для камер выпуска 3 2 летней давности белый прямоугольник это популярный размер кадра среднего формата в этом году что уже заметно приблизило этот формат привычному фулл фрейму серый прямоугольник а цены однако не сократились за камеру среднего формата придется выложить в среднем 20 тысяч долларов за эти деньги можно купить самый топовый фулл фрейм и все оборудование для отличной студии силу этого и того что лучшие фулл фреймы стали снимать почти неотличимо от камер среднего формата похоже что скоро выпуск среднеформатных камер прекратится как намек на это четыре года назад у каждого из производителей среднеформатной техники было по 3-4 модели позапрошлом году уже по две а в этом году каждый из производителей выпускает одну модель у некоторых производителей есть видимость разнообразия из-за различных цифрозадников но сам аппарат один и тот же наверное а степени мрачности дел в этом сегменте отчасти можно судить по действиям прославленной еще недавно компании хасельблат я бы назвал эти действия скандалом хасельблат признанный производитель среднеформатной техники выпустил совместно с sony full-frame хасельблат hv за 12 тысяч долларов аппарат построен на байонете sony альфа и имеет неподвижное полупрозрачное зеркало и электронный видоискатель стабилизацию на сдвиге матрицы и матрицу эксмор от sony на 24 мегапиксела хоть этот аппарат и за пределами нашего обзора как бы так камера по всей видимости задумывалась как конкурент единицам от канона и четверкам от nikon давайте полюбуемся эти две камеры тоже не участвуют в обзоре так как это камеры предельного уровня и качества на сегодняшний день я могу только сказать что если вы их приобретете то отговорки вроде было бы у меня камера получше ух тогда бы я фотографировал перестанут иметь какой-либо смысл лучшие этих камер среди зеркалок нет но вернемся к хасельблату похоже sony не стала делать камеру серьезнее чем ее альфа 99 чтобы потягаться с топовыми камерами от canon и nikon а отдала свою альфа 99 в рестайлинг на хасельблат в чем заключается рестайлинг можно судить по предыдущим деяниям хасельблат достаточно вспомнить переделки от хасельблат камеры next 7 в камеру лунар давайте полюбуемся апгрейд был произведен путем прикрепления к ней деревянной рукоятки и парой навесных панелей я не оговорился в конструкцию камеры не было внесено ни одного изменения ее даже не вскрывали все изменения носят чисто внешний характер стоимость этой каракатицы с обычным китом от sony составила 7000 долларов глядя на это мне вообще иногда кажется что это самое худшее дизайнерское решение которое я вообще видел в области фототехники но на этом они не остановились они сделали и sony rx 100 нормальной камеры люксовую в кавычках камеру стеллар ну вот полюбуйтесь приклеив опять-таки к ней рукоятку и подняв цену до 3000 долларов но не поменяв при этом ни одной детали в самой камере даже синенький шильдик внутри батарейки остался пластмассовым таким синим дешевым я воздержусь от комментариев но если выяснится что внутри Hasselblad hv опять не переделанная sony a99 а так скорее всего и есть по крайней мере снаружи на это указывает даже расположение кнопок с брендом Hasselblad наверное можно будет попрощаться брендом сейчас и так полностью владеет sony при очередном провале поглощение Hasselblad компанией sony будет вещью неизбежной скорее всего положительной однако на самой sony дела идут неплохо вот с нее мы и начнем обзор в первую очередь это отличная новая камера a77 mark 2 это новый флагман формата aps-c у sony в классе камер slt с неподвижным полупрозрачным зеркалом камера имеет 24 мегапикселя на матрице формата aps-c и 79 точек фазовой фокусировки у камеры есть все признаки флагманов своей линейки два колеса управления экспо парой быстрая кнопка доступа к iso самый быстрый в линейке sony процессор beyonce x металлический корпус и вследствие до сих пор новаторской конструкции с неподвижным полупрозрачным зеркалом множество функций недоступных большинству классических зеркалок вроде оптимизатора динамического диапазона очень высокой скорости серийной съемки 12 кадров в секунду при следящем автофокусе крупный и яркий даже в темноте электронный видоискатель на 2 миллиона точек который работает и при записи видео кстати говоря чего лишены зеркалки хорошая система стабилизации на сдвиге матрицы и так далее и тому подобное эта камера имеет на сегодня все преимущества без зеркалок при возможности зеркального флагмана и весьма демократичном ценнике кроме того эта камера является фактически полнофункциональной видеокамерой с фазовой фокусировкой чего нет у большинства видеокамер далее в рейтинге расположилась уже не новая камера sony альфа 99 которую до сих пор не получила преемника она идет в обзоре вторым номером от sony хотя и является топовой камерой в линейке slt sony до сих пор это полнокадровая камера отличается невероятными показателями вышедшая почти два года назад до сих пор это полнокадровая камера отличается невероятными показателями вышедшая почти два года тому назад она остается актуальной в линейке камер sony slt и может подтягаться с любым зеркальным одноклассником по всем параметрам несмотря на процессор предыдущей версии по сравнению с альфа 77 марк 2 камера очень быстрая и оснащенная камера также как и более новый младший флагман очень продвинута не только по части фото но и по части записи видео а третья камера slt от sony который вполне достойна рассмотрения для приобретения это sony a58 вообще эта камера довольно странная переделка предшественника sony a57 которую многие саневоды считают более удачной моделью по-видимому это связано с изменением ранжирования внутри линейки slt sony так как 30 и 60 модели больше не производится путаница с пятью камерами в модельном ряду прекратилась и теперь sony имеет логичные наборы с простой a58 флагмана apsi a77 марк 2 и топовой a99 поэтому 50 модель стала более демократичной но при этом может похвастаться совмещенным горячим башмаком с интеллектуальным разъемом и входом с внешнего микрофона также камера обладает 20 мегапиксельной матрицей и может использовать всю оптику байонета sony альфа по скорости она уступает конечно старшим камерам линейки автофокус имеет всего 15 точек из них только три крестообразные но по этому показателю она не отстаёт от зеркалок в своей ценовой категории камера имеет все черты породы камеру slt хорошая быстродействие и удобную запись видео при высоком качестве фото на мой взгляд камера программно несколько урезан и я не знаю для чего так как процессор позволяет работать и быстрее камера например делает только пять кадров в секунду но если вы не снимаете соревнования по теннису то скорее всего не заметите этих ограничений в общем и целом это довольно удачная камера с хорошим ценником и продвинутыми возможностями самое интересное здесь то что slt с sony это очень хорошие модели у которых есть неоспоримые плюсы но с того момента как на той же sony появились беззеркалки с фазовыми датчиками на матрице наличие полупрозрачного зеркала в конструкции стало довольно трудно оправдать то есть имеется противостояние между камерами одного и того же производителя изучая прогнозы слухи и про высаживающуюся информацию я ожидал что альфа 77 марк 2 будет уже не зеркальный но у менеджеров sony оказались свои соображения и эти соображения выглядели бы более чем обоснованно если бы на sony не делали такого количества продвинутых беззеркалок как сейчас кажется мы застали момент когда sony пытается сидеть между двух стульев так как slt в сравнении с традиционным зеркалом все-таки более продвинутая технология однако смысла в ней с каждым днем все меньше в то время как canon nikon и pentax не имея такой развитой беззеркальной системы как у sony как-то не испытывают логических проблем со своими зеркальными камерами зеркальная схема еще не исчерпала своих возможностей и это доказывает новые зеркальные камеры например в конце прошлого года и в начале этого в области зеркалок блеснул canon выпустив сразу две долгожданные камеры canon 5d mark 3 и canon 7d mark 2 последняя вышла совсем недавно и поэтому оценить реакцию публики пока сложно но то что она весьма восторженная это уже понятно однако давайте по порядку изучая статистику данный продаж экзив и на фотосайтах и сообщения совершенно однозначно самой желанной популярной несмотря на цену покупаемой зеркальной камеры является canon 5d mark 3 как мы знаем у канон есть и более топовые однерки но эта камера безусловно бьет все рекорды среди зеркальных камер вполне вероятно что это пик развития цифрозеркалок камера профессионально оснащена надежно быстра и при этом достаточно демократично выдают одну из лучших картинок среди всех фотоаппаратов вообще поддерживает огромное количество оптики аксессуаров прекрасно пишет видео на сегодня по совокупности качеств и цены вероятно лучшая камера верхнего сегмента а дальше идет камера которую я лично уже и не надеялся увидеть быстрая металлическая пыль и влага защищенная универсальная надежные классическая камера флагман apc от canon canon 7d mark 2 эта камера практически ничем не уступает пятому марку 3 кроме размеров матрицы но выигрывает в части демократичности и скорости процессоров я успел уже познакомиться с этой камерой посмотреть кадры экзив и оценить фото и видео возможности камера отличная имеет на борту двойной новый процессор диджик 6 и 20 мегапиксельную матрицу 65 точек фокусировки все крестовые и так далее и тому подобное на сегодня одна из самых удобных и функциональных зеркалок профессионального уже уровня в классе камер apc я не оговорился по оснащению скорости и качеству работы это очень даже профессиональная камера которая обходит предыдущий canon 5d mark 2 мы ждали ее выхода почти пять лет не зря следом идет уже не такая новая но неплохая модель от canon 70d эта модель оснащена почти такой же как 7d матрицы apc с 20 мегапикселами поворотным монитором что довольно интересно камера оснащается довольно свежим еще процессором диджик 5 плюс несмотря на более простую конструкцию это вполне достойная камера за указанный ценник ниже рангом у canon идут мало чем примечательные модели они хорошо снимают и демократичные по ценам но в общем то это все что о них можно сказать кроме того что это в любом случае надежные качественные камеры которые может и не удивят но и не разочарует ни в коем случае но среди младших моделей есть у канона очень интересная инновационная камера над которой действительно серьезно поработали конструкторы наверное это первая за последние 10 лет зеркалка так разительно отличающиеся от довольно однообразного потока себе подобных речь идет о модели canon eos 100d и несмотря на то что она оснащена тем же байонетом и матрицы такого же размера ее переработанная конструкция позволила сделать эту модель размером с беззеркалку не ухудшив ее технических показателей она в полтора раза меньше как старших так и более младших моделей среди всех цифр и зеркалок и вполне возможно с нее начнется новый тренд зеркальных камер по крайней мере про эту модель уже трудно сказать что она большая неудобная при этом прекрасно работает и выдает отличные кадры это чем нас порадовал canon в этом году вроде бы немного но все эти камеры кроме 70d который является эволюцией 60d но тоже отличной камеры потребовали огромной работы конструкторов и отличаются от предшественников ну просто разительно это мягкое слово а у модели 100d модельных предшественников и не было вообще это полностью новая линейка в модельном ряду canon с условием конечно если она будет продолжим а теперь давайте посмотрим что появилось на полке у его прямого конкурента nikon первую очередь это одноклассник топового 5 марка новый nikon d810 nikon пошел по эволюционному пути и на ферме озадачились максимальным улучшением качества фотокартинки казалось бы этим озадачены все производители но nikon дошел уже сейчас в этом деле до немыслимо изощренности данная камера имеет все показатели демократичной топовой камеры металлический корпус были влагозащищенность полное ручное управление совместимость большим количеством внешних устройств слот для двух карт памяти и так далее и тому подобное она несколько медленнее своего одноклассника от canon имеет 51 точку фокусировки с 15 крестообразными против 61 точки из которых 41 крестообразные и 5 двойных диагональных точек у марка 5 но у никона своя концепция на nikon d810 установлена матрица в 36 мегапиксел без низкочастотного фильтра что повышает четкость кадров интеллектуальная система снижения вибрации камеры выбирает такую скорость хода зеркала при выбранной скорости затвора чтобы снизить вибрации до минимума аппарат может работать в режиме с электронной передней шторкой что еще более снижает вибрации и шум и ускоряет работу затвора зеркало имеет режим плавного хода для постоянной минимизации вибраций и уменьшение шума затвора камера имеет бесшумный режим серийной съемки баланс белого может быть выбран по изображению можно указать что в кадре должно быть белым этим особенности камеры конечно не ограничивается но на мой взгляд они наиболее показательные в характеристики этой модели то есть nikon d810 камера скорее для рекламной и художественной съемки но может быть очень полезной при репортаже в помещениях со своей сниженной шумностью стоит nikon d810 на 600 долларов меньше своего прямого конкурента в результате чего я часто вижу эту и предыдущую модель в руках профессиональных фотографов сказать к слову камеры действительно работают тихо кроме d810 в линейке nikon есть второй несколько более бюджетный full frame аппарат nikon d750 full frame у nikon отличаются тем что они имеют только три цифры в обозначении 800 10 750 в отличие от canon nikon не стал принижать свою вторую полноформатную камеру а просто несколько увел ее в специализации снабдив ее такой же системой автофокуса как и у старшей модели и неожиданно для никон заточил камеру под запись видео гораздо серьезнее чем свои остальные камеры d750 может писать видео в нежатом цветовом формате 422 на внешний носитель через порт hdmi имеет характерную для видеокамер зебру местах пересвета полное управление во время видеозаписи всеми экспорежимами и хорошие возможности записи звука в видео фотоаппараты для видеосъемки эта камера не появилась только потому что я нигде пока еще не видел роликов с нее и у меня нет никакой информации по ее разогрева во время записи видео так как модель довольно новая и как я понял еще не распробованы но и как фотокамера это весьма удачная модель давайте посмотрим модели никон с матрицей ap sc теперь у никона этот формат носит название dx и имеет размер 23 с половиной на 15 и 6 миллиметров что ровно полтора раза меньше по диагонали чем полный кадр это немного больше чем ap sc у canon crop factor которого 1 и 6 а человеческим языком 22 и 4 десятых миллиметра на 15 миллиметров как видно из картинки матрица размером ap sc может иметь некоторую вариацию по размеру впрочем незначительную и у никон она носит собственное название в отличие от всех других производителей dx и в нише ap sc или dx нельзя не отметить флагмана серии d7100 эта модель оснащена матрицы на 24 мегапиксела также без низкочастотного фильтра камерой управляет процессор предыдущего поколения xp3 но с матрицей этого разрешения камера работает даже быстрее своих старших собратьев камера оснащена такой же системы автофокуса как и топовая модель никон d810 поэтому пожалуй единственное в чем проигрывает d7100 старшим моделям это размер матрицы d7100 имеет корпус из магниевого сплава обычно применяющегося для более дорогих моделей кстати говоря на топовых камерах ap sc до сих пор почему-то применялся дюралевый сплав два слота памяти для sd-карт другие преимущества перед более крупноформатными собратьями кроме более быстрой работы вследствие меньших размеров и массы на камере применима вся оптика байонета nikon и эта камера гораздо удобнее для репортажной и спортивной съемки а также для съемки на природе и в походах так как скажем 30 миллиметровый объектив на этой камере превращается в 45 сантиметровый а это уже большая разница что впрочем справедливо ну для всех флагманов формата ap sc и следует признать что у хороших матриц ap sc на сегодня отставание от фулл фреймов не такое уж и значительное но имеются и чисто технологические преимущества кроме того эта камера стоит вдвое дешевле любого фулл фрейма от того же nikon являясь при этом флагманский оснащенной камерой металлической пыль влагозащищенной и весьма надежный две более младшие камеры от nikon d5 300 и d3 300 можно представить и порекомендовать совместно камеры внешне очень похожи имеют сходные размеры и массу на обеих стоит новый процессор xp4 матрицы по 24 мегапикселя без антимуарового фильтра и того у всей новой линейки nikon матрицы не имеют низкочастотного или антимуарового фильтра за счет более мощного процессора на камерах удалось снизить разогрев во время записи видео что для камер nikon было довольно критично старшая модель 5300 отличается от d3 300 чуть более удобным ручным управлением и поворотным монитором и встроенным стереомикрофоном на d3 300 встроенный моно микрофон но это не имеет значения так как на обеих камерах есть вход для внешнего микрофона обе камеры могут управляться по вай фай старшая имеет встроенный таймер для интервальной съемки во всем остальном никаких различий я не обнаружил интервальная съемка для таймлапсов может быть реализована с помощью внешнего пульта таймера который имеется для всех моделей nikon младшая модель d3 300 идет только с различными китовыми объективами самый скромный комплект такой стоит 550 долларов старшую d500 300 можно купить в варианте body за 750 долларов откуда у этих моделей такая разница в цене не могу сказать даже после тщательного изучения по-видимому все дело во внутренней конструкции корпуса и большей точности работы и живучести модели d5 300 но я пока что не могу этого подтвердить или опровергнуть так как камеры новые и мы еще ни одну не распилили и ни у кого из знакомых ни та ни другая модели не сломалась фотокартинка при одинаковой оптике разумеется одинаковые официальные источники про эти разницы в деталях умалчивают поэтому мучительную задачу выбора я пожалуй оставлю за вами но повторюсь фото снимают одинаково а дальше идет пентакс я отношусь к марке пентакс необъяснимой теплотой мне всегда казалось что объективно эти камеры достойно находиться в одном ряду с одноклассниками canon и nikon а тот факт что все зеркалки пентакс имеет стабилизацию на матрице и все кроме самой младшей модели имеет пыли влага морозозащищенное исполнение вообще делают эти камеры сами по себе одними из лучших на фоне стандартных показателей одноклассников с пластиковыми корпусами и температурным режимом от 40 градусов до нуля металлические защищенные пентаксы с морозоустойчивостью до минус 15 градусов уже удивляют особенно на фоне того что при всем том камеры и оптика пентакс всегда на 20-30 процентов дешевле своих пластиковых одноклассников и вдвое дешевле одноклассников металлических но как я уже говорил по моим ощущениям в конторе пентакс вернее в головном подразделении реках засел какой-то вредитель которого они не могут убрать исправление и уже давно в этом году собственно пентакс не порадует нас новыми моделями зеркалок но зато подразделение реках выпустила под маркой пентакс камеру пентакс к с 1750 долларов за корпус корпус этот не металлический и не пыли влагозащищенный цена за боди довольно крепкая если учитывать что реально хорошая топовая пыли влага морозозащищенная камера к 52 с стоит на 50 долларов дешевле и у этой камеры есть все чтобы быть серьезным конкурентом всем предыдущим камерам с матрицей а пэсси и у этой камеры есть все чтобы быть серьезным конкурентом всем предыдущим камерам с матрицей а пэсси то есть в этом обзоре можно порекомендовать именно эту модель от компании пентакс более дорогие более простые камеры лучше всё-таки поискать у других производителей в этом году. А по поводу КС-1 я не могу просто так взять и промолчать. Камера такого класса с оптикой переваливающая по стоимости за 1000 долларов легко, имеющая уникальную систему борьбы с муаром, её матрица совершает во время съёмки микровибрации с огромной частотой. Такого нет не у одного производителя, но при этом её рукоятка мигает зелёными и красными светодиодами, как китайская игрушка, а вокруг кнопки выключения и спуска светящееся кольцо. Оно не поможет вам включить камеру в темноте, так как оно загорается при включении, а при съёмке вы смотрите в видоискатель. Степень моего возмущения этим дизайном можно представить легко. Возьмите Nikon 7100, например, насверлите в нём дырок и повтыкайте в дырки ёлочные гирлянды из светодиодов и выдайте это за дизайнерское решение. Забыл добавить, камера может иметь 124 разнообразные расцветки. Это какой-то позор. Я согласен даже, что камера может быть не только чёрной, серебристой или белой. Но я против того, чтобы она мигала и пищала при работе. Это же не игрушечная детская камера. Я так полагаю, деятели рекох, которые приглашают в кавычках звёзд мирового дизайна, там опять какой-то дизайнер расписался. Надо гнать поганую метлу из корпораций. У меня едва недавно прошёл нервный тик после беззеркального кирпича Кей-01, созданного тоже великим дизайнером. На корпусе даже красовался опять-таки его автограф. Да за один шерифт на Кей-01 уже надо было отхлестать розгами. И тут они приглашают ещё одну звезду и выдают это светящееся чудо за произведение дизайна. В общем, я как дизайнер в негодовании. Это же всё-таки Pentax. Серьёзная марка с давними традициями. Ладно. Это был обзор новых и рекомендуемых зеркальных аппаратов. Разрешите раскланяться. До свидания.